Радио 54 Первое областное радио Поздравление уже с главного Годик выдался не для слабонервных Это понятно, что прошлось по всем сферам деятельности Котком не каждый смог морально выдержать эту историю Но сады выстояли Выстояли, нашли форму так называемых дежурных групп Об этом знают многие родители А как пандемию переживал ваш сад? Как быстро удалось внедрить вот эту дежурную группу? И какие уже можно сделать выводы И может быть некие рекомендации родителям По поводу сегодняшнего посещения детского сада О чем важно помнить Как дежурную группу быстро удалось Как-то сформировать, придумать Кто там будет работать, в каком режиме Это же аврал был Да, действительно, но мы это пережили Слава богу, воспитатели Поддержали меня То есть мы выработали Свою концепцию работы В режиме дежурных групп Родители многие сразу дома С детьми остались сидеть Сад опустил Опустил страшно Из 14 групп осталось 7 Дежурных групп у нас было Нет, даже меньше Сначала было 5, потом 6 И, ну, ближе к лету, к концу лета Уже 7 групп открылось Ну, тяжеловато Очень тяжело А в коллективе не было разногласий? Нет, нет Все сказали, да, надо работать Воспитатели просто умницы Конечно, кому за 65 они пребывали в доме Господи, на дома На самоизоляции На самоизоляции, да Смотрите, как хорошо Мы уже начинаем забывать эти термины Да, да, кстати, да Глядишь это к лучшему Ну, это все получилось Внедрили и работали Конечно, конечно Единственное, что ходить по пустому саду Это было жутковато Тяжело Тяжело и сейчас так хорошо Приходишь в детский сад И смех, и плач где-то И уже уютно, и по-домашнему А вы, наверное, вообще профессиональной тишины боитесь, да? Да Да Нет, это без шуток Пусть лучше смех, плач, я не знаю, что-то Да как все родители же знают, что если дети притихли, то это все Это вообще не к добру Это не к добру Попробуем понять, вот как сегодняшний выглядит современный садовский ребенок Кто работает сегодня воспитателями И что меня больше всего интересует Что происходит с современными родителями Потому что это лично моя боль Ну, может быть, ее тоже кто-то разделяет Сейчас попробуем Тоже очень интересно узнать, как изменились современные родители Особенно вот после того, как была вот эта вот нагрузка психологическая Они сильно изменились Татьяна Анатольевна, давайте про детей, наверное, у вас Вот сегодня садовский ребенок, он какой? Ну, во-первых, это дети эрудированные Очень подвижные Много детей даже гиперактивных у нас С неустойчивыми процессами нервной системы Но при всем этом они очень позитивные Глаза у детей горят От них заряжаешься положительной энергией Вот взрослый приходит Вот наши почему педагоги Они как бы вот такие добродушные И они веселые все время И смех, и шутки, и настроение у всех приподнятое Потому что дети, вот дошколята Они заряжают какой-то позитивной, положительной энергией Нам у них учиться и учиться Да, они очень общительные, коммуникативные Они не комплексуют Они более уверены в себе Вот у них комплексов очень мало Они сведены на нет Скажите, а вот в современных условиях Вообще гиперактивность это девиация еще Или уже считается нормальным? Ну вы знаете, смотря с какой стороны Смотреть на эту гиперактивность Иногда вот эти дети, которые очень активные И скажем даже гиперактивные Они быстрее улавливают все окружение На фразе гиперактивность Сейчас Оксана Анатольевна очень выдохнула И быстрее берут в себя Они быстрее постигают информацию Понимаете? Вот это тоже очень важно Ну это вот такие детки, да Но с ними надо уметь работать И вот какой воспитатель сегодня работает в детском садике? Ну знаете, какой-то собирательный образ Возраст, может быть, психотип Да, вот кто сегодня в садах вообще работает? Кто способен выдержать современных детей И спросим проще? Да, да Кто эти герои? Ну воспитатели какие они были, такие и остались У нас вообще замечательные педагоги Очень высококвалифицированные У нас очень много воспитателей С высшей квалификационной категории Больше 50% от всех педагогов Они мобилизовались Вот в этот период пандемии Не растерялись Продолжали работать В принципе у нас все проходило в обычном режиме Как всегда Те же занятия Те же, я не знаю, прогулки на улице Экологическое воспитание Также проходило Ну все то же самое Единственное, что тяжело было, конечно, работать в масках Потому что девочки у меня ходили в масках Одна воспитатель, она даже не обедала, не снимала маску Ой-ой-ой Да Ну это тяжелая нагрузочка, конечно Но вообще, наверное, современный преподаватель Должен как-то идти в ногу со временем Чтобы дети не были более развиты, чем педагоги Новые информационные технологии Это, естественно, интернет Эта работа с родителями в режиме WhatsApp проводилась То есть ребятишкам предлагались какие-то Проводить те же аппликации Лепка, но в WhatsApp давались тематические такие нагрузки И родители дома вместе с детьми все выполняли И на WhatsApp присылали свои уже готовые работы Скажите вот нам как профессионал А вообще WhatsApp в вашей работе, он больше помогает или больше мешает? Вот, честно говоря, в WhatsApp Вы о чатах родительских? Вот, если говорить про родителей, про WhatsApp Он просто задергался правой глаз, я прошу прощения Поэтому у меня воспитатели не сидят в группах с родителями И правильно делают И правильно делают И это правда Вот давайте как-то мы плавно уже перетекли к родителям И это важно Оксандуль, ну вот честно говоря Измотали сильно или же больше помогают? Потому что родитель пошел слишком требовательно Вот как я сейчас вижу со стороны этой ситуации Вот мне кажется, слишком много современному родителю должны Причем все Госструктуры, детский сад, школа Им все все должны А еще ощущение, что дети сейчас в коконе В абсолютном коконе Попробуй лишнюю царапину в садике получителей Не дай бог укус Это все Это очень серьезно Много лишних средств, массовой информации Понимаете? Да, им во-первых дали много прав Да В определенный момент И они подкованы И они эрудированы Они приходят уже сотовым вот так И читают законы Ну в принципе Общий язык приходится находить С любыми родителями Сколько вы лет уже заведующая? Ну в этой сфере вы сколько работаете лет? Около 30 30? То есть вы имеете полное право Вот сейчас сравнивать А кто вообще вам что-то может рассказывать? Я не понимаю Ну то есть что Алексей имеет ввиду? На каком основании родители вообще считают, что они вам что-то могут Объяснять А еще раз говорю Средства массовой информации По телевизору говорят, что все дают По интернете все дают Это то же самое, что к доктору прийти с огромным опытом И вот на телефоне показывать, как тебя лечить С медицинской энциклопедией, да Вот например недавно же был вопиющий случай Я не знаю, вы слышали Нет, не совсем дошкольное образование Школьное, но вы все равно близки друг к другу А по-моему 32 школа Новосибирска Но меня лично очень возмутило Когда вот речь пошла о бесплатном этом питании Да, для некоторой категории школьников И родители начали подписывать очень большую петицию По поводу того, что стакан чая Не вошел в список Это значит меню И за стакан чая родители должны были заплатить Один рубль Рубль И родители восстали массово Ну я могу ошибаться со школы Но это не принципиально важно Потому что этот документ подписывало много родителей Новосибирска Это что? Вот вы как психолог Можете попробовать объяснить? Государство оплатило питание твоего ребенка в школе полностью Ты возмущаешься тем, что тебе надо заплатить за стакан чая Вот с точки зрения психологии Это уже настолько обнаглели? Настолько уже заелись? Или в чем проблема? В чем проблема? Вы знаете, это фиксируется Вот именно мозг фиксирует такую информацию И поэтому родители могут прицепиться даже к такой мелочи Вот сказали слово бесплатно Значит все, вы должны Все, мозг закодировал информацию на бесплатно И вот даже этот рубль платный, понимаете Он выбивает человека из равновесия И люди начинают, да, вот такие вот устраивать скандалы Вот из ничего А может быть проблема в том, что мы просто все перестали ценить то, что у нас есть И воспринимать происходящее вокруг С благодарностью Да, мы перестали воспринимать с благодарностью Как много мы имеем Может быть проблема в том, что мы заевшиеся поколения У нас слишком много всего И мы начинаем быть более требовательны к окружающему миру Или вот как вы думаете? И далеко не там, где нужно быть требовательным В чем дело? Ну вы знаете, сказать о том, что прям вот заевшиеся поколения нет Ведь очень много, большая масса родителей Очень позитивно настроены на все эти учреждения На все новшества Это правда И поэтому сказать вот конкретно о всех нет Но вы знаете, вот иногда в группе вот 30 детей, да? И заведется вот две мамы такие Вот они, знаете, они всех переполошат, да Вот сказать о всех родителях я не могу Так мы не говорим о всех А вот они, понимаете, могут переполошить Они начинают писать вот в своих этих Просто на очень положительном фоне Вот эти вот отрицательные примеры, они очень ярко выглядят Только из всего Но родители, Оксана Анатольевна, все-таки постараются как-то, какая-то категория родителей как-то помочь, поддержать? Идут ли навстречу? Идут родители Или привели, вот оставили, развернулись и ушли? Вот вы знаете, мне нравится все-таки, мне кажется, большинство у нас родителей позитивных, хороших И меньше всего Это хорошая тенденция, да? Да, вот вчера в плане рубля, я вспомнила, иду с работы домой уже вечером И родительница Ой, Оксана Анатольевна, а почему мы фрукты не едим? Я говорю, вы меню читаете? У нас через день фрукты, это обычно яблоки, бананы и сок Ну и, конечно, сказала, 120 рублей в день выделяет государство на питание И мы умудряемся кормить полноценной пищей пять раз в день На 120 рублей хочется спросить, а дома фруктами вы кормите? Да, да, да Ну, всегда вопрос такой возникнет, ну, дома-то вы кормите? Или, знаете, я видела в интернете вот эти фотографии, вот это бесплатного, опять же, этого многострадального школьного питания Когда выкладывают, тарелка абсолютно нормально Там лежит говядинка такая приготовленная, а рядом гарнирчик нормально, да? И родители возмущаются и пишут комментарии Вы вообще стали бы это есть? Абсолютно нормальная школьная еда на фотографии, которую оплатило государство И у меня тоже вопрос, а вы вот эту вот парную говядинку-то каждый вечер дома для деток после работы поджариваете по всем нормам, ГОСТам и показателям Но хорошо, что хорошего больше Больше, больше Хорошо, что поддержки больше Больше Сейчас есть потрясающая возможность, Вася, обратиться к родителям, которые, мы знаем, точно слушают радио 54 в эту секунду Родителям деток, которые ходят в детские сады Вот что самое важное им нужно знать, и вам хотелось бы им сказать и пожелать Ой, ну в первую очередь любите своих детей Мы-то их точно любим, вот точно Любите вы, потому что бывают родители, которые утром, я извиняюсь, и под зад ребенку дадут Прямо на глазах у воспитателя есть Любите детей Первое областное радио